друзья всем привет еще раз дай бог доброго вечера еще раз приветствую вас друзья что-то у нас не получается нормально зайти в эфир нормально поговорить пообщаться сегодня вот сегодня хотелось бы поговорить с вами друзья страхах особенно сейчас во время вот пандемии коронавируса да очень много людей которые боятся этот страх который убивает нас всех наверное некоторые больше испытывают проблем с этим чем самим коронавирусом да страх перед этим явлением намного больше нам мешает жить чем само это явление понимаете какое неординарное состояние сейчас у всего мира вот хотелось бы немножечко хотя бы в рамках вот такой малочисленной аудитории которая есть у меня друзья поговорить вот именно на эту тему знаете когда вообще человек идет в армию или когда война что ли да даже в таких ситуациях вот какая-то вот в сердце человека входит нечто такое да что практически теряется какой-то страх вот и первое что хотелось бы вспомнить это то что наш историк пятого века ягеше ягеше да он в своей книге во войне армия а в артане и о войне армянской вот в артаном и кунян как раз честь него названа моя страничка говорит что любовь к богу прежде чем всякое земное величие и делает она людей столь бесстрашными интересно то есть коты действительно любишь бога а ты всем сердцем стараешься чтобы в твое сердце кроме любви к богу ничего ты не испытывал да к нему ничего другого то вот это твое состояние просто отвергает какой-либо страх какой-либо боязнь но вы спросите ну а как же тогда что мы там это боимся бога да мы там же пока боязненные да вот называем себя может так бы есть действительно да это другое друзья мои это совершенно другое быть богобоязненным и бояться чего-либо да это разные вещи да и вообще любить бога и бояться бога все-таки мы понимаем не то что мы его там вот боимся да вот прямом вот этом в негативном смысле слова да а мы боимся отдалиться от любви божией вот как мне кажется вот так следует понимать да что мы от любви бога что мы можем отдалиться от этого мы боимся чтобы ни в коем случае от объекта нашей любви чтобы мы не отдаляли чтобы эта любовная связь не прорывалась то же самое муж и жена да например они же не боятся друг друга да они достараются друга любить да и по этой причине им страшно действительно страшно не натворить глупости до всяких чтобы друг от друга не отдалиться ни в коем случае не поссориться до чтобы друг от друга не отдалиться вот этот страх я думаю очень важно чтобы у нас был с другой стороны часто бывает действительно что страх божий ветхом завете да мы не это понимаем все-таки один из наших богословов заре сарпазан до владыка заре преснопамятный он сказал что бояться бога это значит я армянском еркюх вот что вах вот что нет ни другое слово до еркюх то есть трепет да вот такое трепетное благоговейное отношение к нему уважительное отношение да ну крайне уважительное такое отношение вот я думаю на это можно понимать в этом да то есть вот страх божий до сегодня мы не об этом будем говорить мы вместе с вами друзья сейчас будем говорить а вообще вот этих стрессах а депрессиях да мы будем с вами говорить на тему вот эту что нам что-то вообще такое и как мы можем от всего этого избавиться и каким образом можем делать так чтобы не впадать в эти депрессии вот я еще раз вам зачитаю что любовь к богу превыше чем всякое земное величие и делает она людей столь бесстрашными чем без теле как бестелесные войска ангелов это говорил пятом веке егеша друзья перед войной да действительно если человек связан с богом да связан любовью с богом то ему действительно бояться нечего в частности если мы будем читать псалмы псалмы есть такая книга псалтирь друзья советую чтобы все 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 вот эту книгу читали наши отцы вообще эти книги псалмы эти прекрасные молитвы да они наизусть заучивали смотрите вот 30 псалом что говорит на тебя господи уповаю да не постыжусь вовек по правде твоей избавь меня в самые трудные минуты своей жизни царь давид молился друзья молился и не просто там молился и думал вы сейчас помолюсь но услышать не услышать там услышать не услышит он был уверен что бог его услышит он был уверен что что он разговаривает с богом вот есть такая передача да у этого как зовут поздно рта по-моему если не ошибаюсь да еще тут что-то я не то нажал вот нормально где он в конце всегда говорит как он говорит что бы ты сказал если бы встретился с богом да вот наверное слышали то есть чтобы мы сказали так мы с ним всегда встречаемся да каждый день каждую минуту во время молитвы да мы можем с богом встречаться во время литургии вообще мы с ним соединяемся так что друзья мои вот если мы действительно вот молимся до от всего сердца молимся господу действительно искренне с ним разговариваем то конечно же такой ситуации мы чувствуем себя в безопасности друзья мои и поэтому если это молитва действительно искренне то соответственно ни о каком таком страхе людском да что мы там переживаем за будущее наше переживаю там что будет да мы не будем переживать так мы не господь же говорит да завтрашний день сам позаботиться о себе это означает что там ты сеешь да сеешь 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 и так сказать ты не думай как это все будет происходить и сей ты сей и там уже господь все решит господь сделал ты никак не знаешь как это все происходит как из ничего вырастает вот что да как и семени что там вырастает ты не знаешь как это происходит и сей так и здесь друзья ты совершай какие-то дела да ты не бойся но и при этом сам не оплошай тоже никто пусть и думает что мы тут как это проповедуем и говорим что вот мы должны ничего не делать лежать на диване все хорошо будет не бойся там спокойно лежит там переворачивайся вам справа бока налево и там по на спине там там чё хочешь сделать все будет хорошо да нет друзья мои молитва это также и дела если ты молишься о том господи сделай так чтобы моей жизни все было хорошо господи сделай так чтобы вот эта ситуация разрешилась если ты никакие шаги не делаешь чтобы ситуация разрешилась то твоя молитва можно сказать просто так сказать вот как и в этом анекдоте да когда вот там тонет да говорит его подходит там спасатели да говорят подай мне руку для тебя спасу он говорит нет убери свою руку меня бог спасет потом еще один тому то же самое будет третьему то же самое умирает подходит господь говорит господи почему-то меня не способна тебя пытался я людей направлял к тебе ты не захотел это практически то же самое что ты просто молишься молишься о чем-то да и при этом никакие действия не совершаешь да бог иногда и через людей действует иногда через людей действует это другой момент но я что хочу сказать что мы должны вместе с молитвой совершать какие-то дела есть очень распространенное заблуждение друзья что где много денег там мало депрессии там мало вот всего там люди долго живут все супер да вот это заблуждение вот европа например да мы знаем да что люди богатые довольно таки да но при этом франция например да лидирует по количеству самоубийств почему там разрешено например там ты можешь просто прискать здравствуйте я хочу умереть ой здорово заходи ложись там сейчас спокойно там ты уснешь мы там все что надо сделаем и ты умрешь люди не хотят жить но деньги есть все есть супер там вообще все классно но люди жить не хотят да и у нас тоже такие проблемы есть да но я что хочу сказать что видите ли видите ли люди вроде у них все хорошо хорошо да все нормально деньги есть но при этом депрессия при этом стресс почему мы отдалились от бога мы отдалились от бога многие думают что когда совершает человек грех это только там совершил грех и у тебя все плохо там после этого и так далее то есть есть очевидная разница между совершением греха и между болезнями и между какими-то там неблагополучными явлениями в жизни может быть есть да на может быть и нет я не знаю разрешена ли автоназии или нет но таких странах обычно разрешаются я могу узнать более подробно друзья мои сказать вам что я хотел сказать да и вот если какая-то связь да между этими вещами но на самом-то деле друзья мои стресс он исходит из того что мы перестаем доверять богу когда человек грешит в первую очередь нарушается доверие когда он отдаляется от бога отдаляется от божьей любви постепенно постепенно человек перестает доверять богу перестает внутри что-то происходит это же не просто так согрешил и все вот апостол ян прекрасные слова говорит потерял это место да вот дети мои станем любить не словом или языком но делом и истинною и вот почему узнаем что мы от истины и успокаиваем успокаиваем перед ним сердца наши ибо если сердце наше осуждает нас то коль ми паче бог потому что бог больше сердца нашего и знает все возлюбленные если сердце наше не осуждает нас то мы имеем дерзновение к богу а когда наше сердце осуждает нас друзья когда мы грешим когда мы можем помочь человеку не помогаем тогда осуждает нас и вот таком состоянии у нас нет дерзновения к богу нету у нас доверия к богу когда мы отдаляемся от бога когда мы сознательно ошибаемся до сознательно идем против бога тогда постепенно постепенно эта наша связь с богом повреждается мы отдаляемся от бога и вот в этих сложных ситуациях это самое когда овечка какая-то попадает в лес отдаляется своего пастыря от своего пастуха и попадает в лес как тренер не знаю когда учащийся да или там не знаю спортсмен да и человек который пришел учиться там плаванию да только первые там несколько дней он отдаляется от тренера слишком глубоко плавает и не может там не хватает воздуха ему тонет понимаете вот такая ситуация а вот там уже внизу там мало воздуха не хватает а вот с богом да вот всегда нам хорошо а когда мы отдаляемся от бога друзья действительно это вот каждый человек который вот пытается нормальную духовную жизнь себе построить может свидетельствовать что действительно когда мы от бога отдаляемся нам как будто не хватает воздуха не хватает воздуха, как будто мы в воду входим, да, и не можем дышать, потому что источник жизни, источник воздуха, да, это Бог. И это теряется, друзья, этот момент теряется в нас. По этой причине надо меньше грешить, друзья. Ну, надо вообще не делать, я так скажу вам, да, надо поменять какой-то вот обет, вспомнить свое обещание, что во время крещения мы обещаем, да, что мы будем служить Богу. Мы пришли креститься, чтобы служить Богу. Мы не пришли креститься, потому что народная традиция, там, я армянин, я должен быть крещеным, или что-либо еще, да, я хочу, обещаю Богу служить Ему. Вот, обещаю и должен служить. Это не только я, да, как служитель церкви это сделаю, да. Каждый христианин во время своего крещения обещает служить Богу, друзья, тем, чем он может служить. Понимаете меня? Извините, я не смогла выйти в прямой эфир, но у меня вопрос. Давайте вопрос, пишите, друзья. Вы можете свои вопросы написать, или же свои вопросы задать, просто плюсик там, коммент написать, я вас добавлю в прямой совместный эфир. Можете закрыть камеру, да, если не хотите быть видными, но вопрос, как вы можете прямо во время прямого эфира поговорить, задать свой вопрос, как вам удобно, друзья мои. Вот. Значит, друзья, чтобы избежать стрессов, депрессов, чтобы избежать депрессии, долгих и так далее, да, мы должны в первую очередь доверять Богу. Ну, конечно же, надо верить в его существование и так далее, да, но это безусловно. Но мы можем, мы можем действительно доверять ему. Если человек доверяет Богу, да, я не говорю, да, что если там вдруг кто-то у тебя там, не дай Бог умрет, кто-то заболеет, да, и ты, как бы, небольшая грусть будет, все там, ты неверующий, ты хуже атеиста, никто так не говорит, конечно же, да. Все мы люди, у всех вот эти проблемы есть. Но когда кто-то умирает, тебе плохо и так далее, и ты это, вся жизнь у тебя в этом проходит, то это уже действительно проблема. То есть, шок, да, изначально. Потом постепенно ты свыкаешься этим, да, привыкаешь к такому состоянию, что да, этот человек, он временно, ты расстаешься с ним. Друзья мои, вот так должно быть, мне кажется. И если мы научимся доверять Богу, тогда вот как вот я вначале читал, да, что Ерешек говорит, любовь к Богу превыше, чем всякое земное величие, и делает она людей столь бесстрашными. То есть, страх исчезает. Когда ты любишь Бога, исчезает всякий страх у тебя, как бестелесные войска ангелов. Друзья, люди, которые были вооружены любовью к Богу, говорит Ерешек, ни о чем не пожалели и не убоялись, подобно робким или малодушным, ни своей смерти, ни ограбления их имущества, ни убиения их близких, ни пленения их семье, ни исходя из своего, исхода из своей земли, и так далее, и так далее. Человек, который, да, действительно любит Бога, вот Ерешек говорит, да, что такое не происходит в их жизни, друзья. Конечно, бывают там вот эти колебания, там чуть-чуть наверх, чуть вниз, вот так, но у всех такое бывает, родные мои. это, конечно же, я думаю, что это неизбежно, да, вот эти трудности всякие в жизни христианина. Вот, что хотелось сегодня сказать. Поэтому я думаю, что чем ближе мы к Богу, друзья, тем меньше мы подвержены всяким стрессом и депрессиям. Очень мало, очень тяжело найти людей, которые действительно верят в Бога, и при этом там пребывают в каких-то долгих там депрессиях, да. Ясное дело, когда кто-то умирает, что-то плохое случается, любой верующий человек подвержен всему этому. Любой верующий подвержен этому. Каким бы там-то неверующим, верующим не было, там, тебе трудно с этим свыкнуться, да. Но когда это долго длится, там, не знаю, очень долго, то это уже действительно это серьезный вопрос, друзья. Это уже серьезная проблема. Тут вопрос задали. Последнее время не получается участвовать на воскресенье в службе. Я переживаю по этому случаю, несмотря на то, что я каждый день читаю Библию и на река Ци. Знаете, это очень хорошо, друзья, что есть желание читать Библию и на река Ци, и что у вас получается найти время для этого. Но все-таки мы, это очень хорошо, да, что мы это делаем. Но одно дело о Боге читать Библии и ему молиться, с ним общаться. Другое дело, когда ты уже на литургии встречаешься с ним, соединяешься с ним, да. Я думаю, что молитва, чтение о Христе, знание о Христе, соединение с Христом посредством молитвы должно привести нас и быть подготовкой к тому, что мы соединимся с ним во время Святой Литургии, друзья мои. Этот момент очень важен для нас, очень важен. Вот смотрите, очень интересный момент. Есть секты у нас, да, пальцем показывать не будем, название их, я думаю, все и так знаете, да, есть секты. У них нету такого трепетного, то есть, у них вообще нету причастия, у них нету вот этого главного, соединения с Богом через его тело и кровь. Нарекатси, это Григор Нарекатси, он написал книгу, книга скорбных песнопений. Вот эту книгу принято называть Нарекатси, понимаете, то есть, ну, в нашем, так сказать, религиозном обиходе, да, если можно так назвать, церковном обиходе, так сказать, да. Да, вот когда вот возник коронавирус, да, поскольку у сект нету, вот того, что вот надо в воскресенье прийти, там, собраться, вкушать тело и кровь Христа, соединиться с ним, для них это сам вообще нету, или нету, или это вообще как бы там третьестепенный момент, да, для них самая главная проповедь, тоже проповедь там немаловажное место занимает, но самое важное это литургия, соединение с Христом, друзья. Вот. И когда эпидея, вот пандемия возникла, друзья, у них проблем не было с этим, они могли через прямые эфиры, там, да, вещать, 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 там, да, и людям, никакая разница, там, ты это видишь там напрямую, да, или через прямой эфир, да, а у нас нет, у нас проблема, это реальная, то, что литургия, это очень важно, чересчур важное событие для нас, друзья, если человек не участвует в литургии, очень тяжело ему, по этой причине, я и говорю, что источник депрессии также и здесь может быть, источник депрессии также может быть и здесь, друзья, что мы не соединяемся с Христом, у нас нет вот этого личного взаимоотношения с ним, к сожалению, и отсюда всякий страх может быть перед различными искушениями, перед различными событиями в нашей жизни, апостол Иоанн говорит, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, он говорит, когда мы пытаемся жить христианской жизнью, мы соединяемся с Христом, мы молимся Ему, живем, как Он, да, он говорит, и верим, конечно, доверяем Ему, то уже мы не боимся ничего в этом мире, у нас нет страха, нет страха за мучение, да, что мы с Христом, чего нам еще хотеть, вот нам надо вот эту позицию держать, вот через смирение, через любовь, через смиренно-мудрие, через братолюбие, да, вот этот момент нужно держать, вцепиться руками к Христу, не отпускать его, друзья, поэтому не успеваю, я бы вам советовал поговорить с каким-нибудь священником, да, в частности с тем, кто отвечает за молодежь и так далее, да, спросить, как вам быть, возможно, если у вас не получается, вы далеко живете, подготовитесь к литургии, может быть, там можно будет через прямой эфир посмотреть и так далее, прийти, потом отдельно причаститься, возможно, да, я не знаю, но поговорите, спросите, можно ли так сделать, хотя бы так, потому что причастие очень важно для нас, друзья, очень важно причастие для нас, родные мои, друзья, я еще раз советую, да, если у вас есть желание, да, если вы хотите, чтобы вот все никогда в депрессии не впали, крепко держаться за Христа, посредством молитвы, посредством исполнения заповедей, посредством любви, и, конечно же, мы должны довериться Богу, довериться Христу, эту связь нашу с Богом никогда не отпускать, никогда не делать так, чтобы вот эта любовь исчезла, потому что из-за того, что мы много всяких ошибок делаем, накапливается, накапливается, и замечаем, что вроде у нас такая стена между нами и Христом, друзья, больше замечать свои ошибки, больше видеть, что там за ошибки мы делаем, да, каждый день пытаться посмотреть на них и что-то против них делать все-таки, мы должны, мне кажется, что мы можем с Христом разговаривать, как отец с сыном, да, как отец разговаривает с сыном, то есть мы сыновья, он отец, да, вот такое взаимоотношение должно быть, отношение любви, отношение трепетного отношения, благоговейного отношения, вот так должно быть, мне кажется, мы должны бояться, мы должны бояться, отдалиться от любви к Христу, друзья, это страх того, что мы, слушайте, я как, вот, а сейчас я потеряю эту любовь к Христу, не, не, я не буду, не хочу, это может повредить моим отношениям с Христом, не хочу так я, вот если вот так мы будем, размышлять, мне кажется, так будет намного лучше, друзья, я боюсь, отдалиться от моего любимого Бога, если вот так мы будем думать, мне кажется, будет вообще супер, друзья мои, тут отправили заявку, хотят вопрос, хотят спросить, друзья, я думаю, уже может быть, так отклонили, отклонили, друзья, думаю, можно уже закончить эфир, спасибо вам за внимание, дорогие мои, в конце давайте почитаем, какую-нибудь молитву, и на этом закончим, ладно, как раз молитва, можно сказать, против страха, Господь, свет мой, это 26-й псалом, друзья, давайте с молитвой «Отче наш», ладно? Субтитры создавал DimaTorzok «Господь свет мой и спасение моё, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшится? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господнюю, посещая святой храм его. Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения своего, вознёс бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами окружающего меня, и я принёс бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце моё говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего, Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь покоя, и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня сверили в живые и дышат злобой. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, обужайся, и да укрепляется сердце Твоё и надейся на Господа. Я не посчитал, честно говоря, сколько раз здесь написано «Не бойся, пусть Твоё сердце укрепляется, люби Бога» и так далее. Я не посчитал, очень много было, очень много. В одном только псалме, понимаете, в одном только псалме, друзья. Поэтому, друзья, не будем бояться. Переживать за то, что там с нами может что-то быть. Самое главное, с Богом соединиться. И не просто лежать там на диванчике или вот так на кресле и говорить «Ах, будь что будет, я с Богом, все хорошо будет». Нет. Апостол Павел говорит, именно апостол Павел говорит, не Ленин, да? Говорит, кто не работает, тот да не ест. Это сказал апостол Павел, не Ленин, не Сталин, не Горбачев, там, друзья. А именно апостол Павел сказал, кто не работает, тот да пусть и не ест. Друзья мои, нам нужно действовать и молиться, и надеяться на Бога. Вот так должно быть. Это называется синергия. Я делаю и Бог делает, мы вместе делаем, понимаете? Совместно такая симфония, что ли, да? Вот, друзья, согласие, да? Симфония, начать согласие. Давайте, друзья мои, будем действовать. Начнем действовать. Начнем любить Бога. Начнем соединяться с Ним. Какие депрессии, какие стрессы, нам не помеха. Спасибо вам за внимание, дорогие мои. Храни вас Бог. Эфир я сохраню у себя на стенке. Можете посмотреть, поставить лайки, комментировать и в репосты сделать, да, чтобы как можно больше людей узнало. Не стесняйтесь рассказывать своим друзьям о Христе, да, через Инстаграм. Не стесняйтесь, друзья. Многие наши, так сказать, подписчики, наши знакомые, наши братья и сестры, которые сейчас уже ими стали, они именно через вот таким образом обратились к Богу. Возможно, через вас это проявится. Храни вас Бог, друзья мои. Дай Бог доброй ночи. С Богом. И не бойтесь.